Неконкретная декларативная со слабой социальной составляющей депутаты Госдумы отправили программу развития арктической зоны на доработку, признав ее сырой и не отвечающей реалии. Закон о развитии арктической зоны глазами парламентариев смотрите в выпуске. Право на труд должен иметь каждый. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев и поручил до 2020 года создать условия, при которых подходящую работу могли бы найти не меньше половины лиц с инвалидностью трудоспособного возраста. В Енинском округе начался прием заявлений на получение путевок для детей из малообеспеченных семей. В этом году окружной бюджет также берет на себя и транспортные расходы по проезду ребят к месту отдыха и обратно. Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Депутаты Госдумы отправили программу развития арктической зоны на доработку, признав ее сырой и не отвечающей реалии. Напомню, программа рассчитана до 2020 года и включает в себя семь подпрограмм, которые содержат материалы развития судоходства, ледокольного флота, снегоходной и болотоходной техники и другие моменты. Однако там нет упоминания о развитии малой авиации, на которой держатся северные территории. По словам депутата Госдумы от Ненинского округа Сергея Коткина, представленный на рассмотрение комитет документ получился неконкретным, декларированным со слабой социальной составляющей, не защищающий людей, живущих и работающих в Арктике. Каким в идеале должен быть закон о развитии арктической зоны, парламентарии рассказали в программе «Актуальное интервью». Первое впечатление это то, что писали ее, но не в тишине московских кабинетов, потому что тишина тут безмолвная в Арктике, а там в шумных московских кабинетах ее писали. И она, конечно, не отряжает реалии тех проблем, которые имеют место в Арктике. К примеру, несколько буквально фактов. Это много говорится о развитии ледокольного флота, говорится о болотной технике даже проходимой, что нужно развивать, экология, все. Но абсолютно нет развития малой авиации. То, что у нас большая проблема в целом. Мы единственные наши, это Наринмарские предприятия, которые эксплуатируют самолеты Ан-2 и ТВС, которые сейчас закупили два. И второе, Архангельское предприятие. Все остальные арктические территории возят пассажиров вертолетами. Сегодня замены самолету Ан-2 практически нет. И наработок в этом плане у нас ТВС хвалят. Неплохой самолет, по крайней мере, сколько мы работаем, действительно, плюс. Но, если правительство поддерживает по лизингу приобретать воздушные суда, самолеты, по становлению правительства, то вертолеты не отнесены к пассажирскому классу. А отнесены, значит, приобретать вертолеты сейчас, когда срок эксплуатации вертолета Ми-8 35 лет. Они все уже где-то до 90-х годов. У нас через 10 лет, через 5-10 лет не будет самолет на вертолете парка. Не только у нас, в целом по Российской Федерации и по арктическим территориям. Благо, спасибо нашему предприятию и исполнительной власти окружной и окружному собранию о том, что мы поддерживаем наше предприятие. Мы закупили вот один вертолет, два самолета закупили. Сейчас по санавиации якобы вертолет будет. Но, тем не менее, нефтяные компании, Роснефть, Лукоил, ну, Лукоила свой план, Роснефть ставит условия. Срок эксплуатации вертолета должен быть, условно говоря, не более 5 лет. Все. В результате мы отпадаем, мы неконкурентно способны. Выходит ЮТР, фирма уже. То есть, все это логично понятно. В целом, серьезнейшая проблема, которую нужно решать. В этой программе ни слова о ней абсолютно нет. Есть там раздел по органам полиции, о том обеспечении безопасности в целом по арктической территории. Но ничего не сказано не о транспортной прокуратуре, а об экологической прокуратуре. С точки зрения защиты экологии, прокурорские реагирования. Вот здесь наш прокурор, Николай Валентинович, эту проблему ставит перед генеральной прокуратурой о том, что эта прокуратура должна быть арктическая. Проблем очень много. Я уже не говорю о рыбодобыче, которой у нас постоянно проблема. Я уже не говорю об охоте. Вот эти все моменты, которые нам нужно решать. Я уже не говорю изменений в водный кодекс, который нам нужно делать. Мы получим предложение здесь, территории. Будем вносить свои предложения и добиваться того, чтобы, я думаю, меня коллеги, все депутаты арктических территорий, безусловно, меня поддержат. Безусловно, поддержат, потому что ее нужно дорабатывать, и дорабатывать очень основательно. Угу. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы к 2020 году создать условия, при которых подходящую работу могли бы найти не меньше половины лиц с инвалидностью трудоспособного возраста. Чтобы снизить остроту проблемы, уже приняты ряд мер. Неплохой опыт накоплен в регионах, отметил глава Кабмина. В результате уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья вырос за последние несколько лет почти до 40%. Прежде всего, для организации устанавливаются квоты на прием инвалидов, что значительно увеличивает их шанс найти работу. По этому показателю, Нейнский округ по итогам прошлого года стал третьим по северо-западному федеральному округу и девятым по стране. Так, в конце 2016 года в Нейнском округе обеспеченной работой были 36,6% трудоспособных инвалидов. Обогнали Нейнский округ в этом вопросе только субъекты с самыми масштабными рынками труда в СЗФО – Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом по количеству работающих инвалидов-пенсионеров Нейнский округ находится на третьем месте в стране после Байконура и Чукотки. Но помимо обязательств по устройству на работу инвалидов, у работодателей есть и привилегии. Предприятия, которые устраивают у себя людей с ограниченными возможностями, получают материальную поддержку от округа. Речь о компенсации затрат на зарплату и за оборудование специальных рабочих мест. Эта компенсация затрат на оснащение рабочего места инвалида составляет 90 030 рублей на сегодняшний день. И в 2016 году у нас оснащено 5 рабочих мест для инвалида, и работодатели получили эту компенсацию. И еще 3 работодателя дооснастили рабочее место инвалида. Кроме того, работодателю компенсируются затраты на выплату зарплаты. В целом, в России большая работа была проделана для того, чтобы обустроить для инвалидов специальные рабочие места. За период с 2012 по 2015 год создано приблизительно 44 тысячи таких мест. Из федерального бюджета на это выделялись довольно значительные средства. Кроме того, правительство приняло специальный план по сопровождению инвалидов молодого возраста. Для нас очень важно, чтобы качественное профессиональное образование получали детишки-инвалиды стишки с УВЗ. Потому что это главное, на мой взгляд, условие их успешной социализации и полноценного участия в жизни нашего общества. В этом году он начал функционировать в федеральный реестр инвалидов. С помощью него инвалиды могут получить информацию по своей программе реабилитации, видеть, какие социальные выплаты и пенсии им назначены. Эта система также позволяет выявлять тех, кто при устройстве на работу столкнулся с трудностями и, соответственно, им помогать. Ведь зачастую бывают случаи, когда инвалиду просто отказывают в трудоустройстве без объяснения причин. На этот счет у юристов есть компетентное мнение. Закон запрещает необоснованный отказ в приеме на работу граждан. Этот отказ должен быть аргументированным и обоснованным с учетом деловых качеств человека. К деловым качествам относятся профессиональные характеристики и личностные характеристики. Профессиональные характеристики — это образование, профессия, какую человек имеет профессию, специальность, квалификацию. К личностным характеристикам можно отнести опыт работы по определенной специальности, состояние здоровья, уровень образования. Кроме того, отказ не должен носить дискриминационного характера. Это значит, что нельзя отказать в зависимости от пола, национальности, языка, семейного положения и так далее. Несмотря на все сделанное, остается еще немало вопросов. Как отметил глава Кабмина Дмитрий Медведев, во-первых, нужно совершенствовать сам механизм акватирования, стимулировать работодателей к тому, чтобы они принимали на работу людей с ограничениями по здоровью. Во-вторых, многим людям с ограничениями по здоровью требуется помощь как в поиске работы, так и в том, чтобы адаптироваться на рабочем месте. В-третьих, необходимо принять дополнительные меры, чтобы в этом году трудоустраивать большее количество выпускников с инвалидностью. Предложение по дальнейшим шагам в этой сфере есть и у Минтруда, в том числе разработать меры по повышению уровня занятости инвалидов на период с 2017 по 2020 годы. Мария Владимирова, Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненисском округе улучшается доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Члены регионального отделения Всероссийского общества инвалидов осмотрели еще один новый пандус. Его установили в поликлинике Заполярного района в декабре 2016 года. Пандус уже функционирует, однако активисты общественной организации выявили несколько нарушений. Осмотр нового пандуса начался с проверки качества конструкции и соответствия стандартам. Он, конечно, хороший, двухуровневый, круглый, значит, все на обхват руки хорошо, но мы видим, что он вообще не почищен, коляской здесь не подъехать, если инвалид приедет без помощи, без сопровождающего. Ну и самое важное – козырек. Вот у нас зимние периоды, это где все падает, да, это может быть такое опасное, в общем-то. К слову, пандус уже пострадал из-за неудачного расположения. Когда чистили крышу поликлиники, глыба льда упала на конструкцию. Теперь она неустойчива и шатается. Дальше – проверка звонка и входа в поликлинику. Звонок работает, дверь открывает работник гардероба. Но на пороге – препятствие для колясочника. Вот видите, вот это препятствие, во всяком случае тут. Тут все открылись. Наверное, что у меня в поликлинику, может быть, ну да, где-то, ну вот там. Вот то, что, конечно, сделано. Затем гости идут в туалетную комнату для особой категории пациентов. О том, что она существует, можно только догадываться. Председатель общества инвалидов настоятельно просит повесить информационный указатель. Кроме того, есть некоторые недочёты в оснащении. Здесь обязательно должна быть кнопка вызова. Он вызывает. Ну вот, сожжём туалет, а ему сделали… Это обязательно, обязательно. Осмотрели гости и лестницу на второй этаж. По словам члена правления общественной организации, для удобства необходимо установить вторые поручни и обозначить ступени ярким цветом. Она не должна быть полностью прокрашена, а узкая такая полосочка должна быть. Или ярко-жёлтая, или белого цвета. Первая и последняя. То есть, это опять для удобства. И не только слабовидящих людей, но и всех остальных, да? В конце встречи начальник хозяйственного отдела поликлиники и сотрудники БДД договорились об установке дорожного знака. Без парковки для инвалидов пациентам будет сложно добраться до пандуса. В целом, активисты общественной организации положительно оценили новое сооружение. Для Ненецкого округа, где доступная среда только формируется, каждый пандус – удача. Поликлиника построила пандус на собственные средства. Это чуть больше 2 миллионов 300 тысяч рублей. В 2017 году оснастить пандусами планируют все детские сады в районе Наринмара и посёлка Искателей, а также школы номер 1, 4 и 5. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Округ продолжит финансировать оздоровление детей из малообеспеченных семей. Бесплатные путёвки на детский отдых за счёт Ненецкого округа предоставляются семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Заявление на получение путёвок для детей в возрасте от 7 до 16 лет принимается до 31 марта в региональном отделении социальной защиты. Окружной бюджет также берёт на себя и транспортные расходы по проезду ребят к месту отдыха. Такой мерой соцподдержки могут воспользоваться малоимущие семьи и неблагополучные семьи, чьи дети попадали в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, а также пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций – пожаров, наводнений, массовых отравлений. Дети из этих семей могут поехать на оздоровление за счёт округа один раз в два года. При этом ребята из приёмных и опекунских семей направляются на отдых ежегодно, независимо от доходов приёмных родителей. В прошлом году за счёт бюджета региона в климатически благоприятных районах страны отдохнули 263 ребёнка, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них 236 детей прошли оздоровление в санатории города Железноводск Ставропольского края, 27 на Черноморском побережье, на Кавказе. Основным элементом лечебной программы стала термальная минеральная вода из источников Славянский и Смирновский. При этом более 80% детей, отдохнувших за счёт окружной казны, ребята из сельских поселений. В Ненинском округе с начала года диспансеризацию прошли 764 человека или 14,7% от плана. В целом в этом году диспансеризации подлежат более 5000 жителей региона. Правом на проведение диспансеризации обладают две медицинские организации – Ненинская окружная больница и Центральная поликлиника Заполярного района. Так, с начала года в городской поликлинике были обследованы 594 человека в районные 170 пациентов. За минувший год в регионе диспансеризацию прошли 4600 человек, что составляет 100% от утвержденного для региона Минздравом России плана. По итогам медобследования здоровыми в округе были признаны 1277 жителей, что составляет 26,7%. Это на 13% больше диспансеризации 2015 года. Всеобщая диспансеризация – одно из приоритетных направлений социальной политики России, основной целью которой является раннее выявление болезней, причин инвалидности, смертности и улучшения здоровья населения в целом. Обследованию подлежат все граждане России в возрасте от 21 года. Особый порядок, согласно которому каждый год диспансеризацию проходят люди определенного возраста, был установлен с целью охвата программы всего населения. Бесплатное комплексное обследование необходимо проходить каждые три года. Верхний возрастной предел не ограничен. Стоп экологической катастрофе. Чеза и против проекта по восстановлению почвенного слоя городской свалки и строительства на ее месте полигона твердых и бытовых отходов обсудили в администрации Наринмара на общественных слушаниях. Каким будет ваш двор, зависит только от вас. О том, как включить свой двор в программу благоустройства на 2017 год, смотрите далее. Для предотвращения чрезвычайной ситуации во время паводка в Янисском округе мобилизируют более 1 тысяч человек из 100 единиц техники. На сегодняшний день на территории региона готовы к приему эвакуированного населения 64 пункта временного размещения на 3780 человек. При возникновении чрезвычайной ситуации оповещение людей будет производиться по действующим системам оповещения. Также информировать население планируется методом рассылки СМС-сообщений и через средства массовой информации. В период прохождения ледохода в муниципалитетах организуют круглосуточное дежурство. Помимо этого в поселениях создадут мобильные группы из числа местных жителей. Будут подготовлены запасы медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости. В большинстве случаев опасное повышение уровней воды в населенных пунктах Янисского округа, расположенных в пойме реки Печора, обусловлено заторными явлениями. Как отметили специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса округа, практика показывает, что взрывные работы приводят к увеличению заторов и уровня паводковых вод. В настоящее время в регионе организовано 11 постоянных водомерных постов при необходимости планируется к открытию еще 12 временных. Городскую свалку рекультивируют, а на ее месте построят полигон твердых бытовых отходов, который сможет перерабатывать мусор не только жителей Нарьинмара, но и поселка Искателей Красного и Тельвиски. Накануне в администрации Нарьинмара состоялись общественные слушания по материалам проектной документации, разработанные проектно-технологическим институтом Липецк-Агропромтехпроект. Общественные слушания открыла заместитель начальника управления строительства и ЖКХ города Татьяна Храмова, которая сообщила, что в настоящее время в рамках муниципальной программы благоустройства выполняется мероприятие по корректировке проектной документации по полигону твердых бытовых отходов. По словам представителя проектно-технологического института Липецк-Агропромтехпроект Андрея Иванова, организация полигона ТБО включает в себя в первую очередь мусоросортировку, организацию переработки покрышек в резиновую крошку, комплекс по обработке нефтесодержащих отходов, комплекс по обезвреживанию ртути содержащих отходов, модуль для сжигания бытовых отходов и прочие компоненты. Это позволит ограничить влияние свалки на окружающую среду. Существующая свалка представляет собой опасность для экологии города и его окрестностей, в частности, водозабора «Озерный». Что такое мини-завод? Это в первую очередь жесткие санитарно-защитные зоны, нормальное ограждение, КПП, нормальная работа всего оборудования необходимого. Это мини-завод, который, первое, сортировка, потом дальше это само конечным продуктом, это упаковка, специальная полиэтиленную упаковку. То есть и в процессе строительства и эксплуатации этого завода будет, соответственно, уничтожение постепенно существующей свалки. Также будет все это сортироваться, упаковываться, и потом каким-то образом она будет уничтожаться или закапываться. То есть она не будет уже оказывать того влияния. Потому что сейчас на 2 километра идет разброс летучих отходов. Существующая свалка является своего рода кормушкой для птиц и грызунов, поэтому на полигоне ТБО для отпугивания пернатых и мелких вредителей будет использоваться специальное оборудование. Также проектом предусмотрено ограждение, которое не позволит ветру разносить мусор за пределы полигона. При въезде установят контрольно-пропускной пункт. Территория полигона составит 165 тысяч квадратных метров. Планируемый объем принимаемых отходов в неуплотненном состоянии 15 тысяч тонн в год или 75 тысяч кубометров. Предполагается принимать отходы не только на Ринмара, но и поселка Искателей, Красного и села Тельвиски. Срок эксплуатации полигона ТБО 20 лет. Большинством голосов участники общественных слушаний рекомендовали поддержать материалы по проектной документации полигон ТБО. В мэрии утвердили порядок представления, рассмотрения и оценки предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу благоустройства на 2017 год. Важные условия для участия в приоритетном проекте это активность жителей в разработке и согласовании проектов в их реализации. В документе пошагово расписано, что необходимо сделать жителям многоквартирных домов, чтобы их двор в 2017 году был благоустроен. Во-первых, до 31 марта подать заявку на проведение общего собрания жильцов. Заявку нужно направить в управление городского хозяйства либо в кабинет номер 5 городской администрации. Затем жильцам нужно собраться и решить, каким они хотят видеть свой двор, что хотят изменить. Например, установить детскую или спортивную площадку, расширить парковку, поставить новые скамейки или фонари. Решение направляется в общественную комиссию, члены которой до 20 апреля и определяют, какие именно дворовые территории Нарьинмара будут благоустроены в этом году. Следует отметить, что в порядке предоставлены критерии отбора и система баллов. Участниками приоритетного проекта не смогут стать жильцы многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено масштабное финансирование на благоустройство российских городов 20 миллиардов рублей. Нарьинмарное благоустройство дворов, парков, скверов и других общественных зон получит в 2017 году из федеральной и региональной казны около 83 миллионов рублей. Лучшие из лучших. Детские сады «Семицветик», «Аннушка» и «Кораблик» провели конкурс, чтобы выяснить, кто же достоин звания лучший педагог. Фонды музея-заповедника Пустозерский в Ненинском округе пополнились уникальной фотографией 1912 года. На фото запечатлены ученики первого класса на фоне первого здания школы села Великовисочное. Поражает и тот факт, что спустя 105 лет фотография находится в удивительно хорошем состоянии. На ней отчетливо можно разглядеть каждого ученика школы. Этот поистине уникальный подарок в дар музею достался от ветерана Великовисочной школы Зои Шальковой. В школе она отработала 49 лет. Параллельно занималась историей своего родного края и даже стала основателем краеведческого музея в селе. И именно любовь к истории своего родного края и привела ее в дом односельчанки Раисы Смирновой. Собираю я материал по истории скотителей виски. Нашла уже достаточно много. Но не было у меня фотографий. И пошла я по людям. Потому что куда идти? Знаю, что Раиса Семеновна Смирнова, ей уже 92 года, жила в Лабушском. Училась тоже в бисочной школе. И пришла к ней рассказать о своих лабуштерсковителях. А в разговоре оказалось, что у нее есть фотографии старые. И она приносит эту фотографию. И принесла не одну, а сразу две. Одну я себе забрала в свой музей, а вторую оставила здесь. До 1912 года собственного здания школы в селе Великовисочное не было. Учебное заведение открыли в 1862 году как церковно-приходскую школу. В 1873 году она стала училищем. Притом два десятка лет оставалась единственным общественным училищем в Пустозерской волости. А вот школьников, по словам Зои Аркадьевны, до 1912 года учили там, где место было. А в 1912 году решили построить свое собственное школьное здание. И вот это первое школьное здание в селе Великовисочное. 1912 год. В этот год здесь открылся первый класс. Потому что со второго по третьей были уже в Пустозерске. Уезжали. В первый класс попал и мой отец. И он рассказывал, но я никак не могу найти, потому что не могу разобрать, сколько. Ему было в это время 1905 года в семь лет. И вот они в первый класс все попали. Здание строило специально так, чтобы могли жить и учителя. Для этого были специально сделаны вышки. Ну, тут, как видите, три здания, но здесь нет крыльца. Крыльцо с той стороны, в сторону речки к краям. А здесь была верандочка небольшая. Мостик просто перед этими вот окнами был. Вот вышка и здесь вот впереди был мостик такой. И на этом мостике они сфотографировали с этой стороной. Всего на снимке удалось запечатлеть 17 девочек и 24 мальчика. Также можно увидеть учителя Александра Михайловича Семушкина и священника Никольской церкви Александра Аполлоновича Хахелева. Этот кадр, как и исторические факты из уст Зои Аркадьевны для музея и его сотрудников бесценный дар. Мы очень благодарны Шальковой Зои Аркадьевне краеведу. Также Зоя Аркадьевна в свою очередь является ветераном Великой Височной школы и работала там в течение 49 лет учителем естественных дисциплин. Это уникальный для нашего музея предмет и он займет свое почетное место в фондах нашего музея. Эта фотография является единственным подобным экспонатом в музее-заповеднике Пустозерский. Оттого его ценность еще более высоко оценена сотрудниками музея. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Детские сады Семицветик, Аннушка и Кораблик провели между своими учреждениями конкурс профмастерства названия лучшего педагога. За победу боролись 25 человек. В итоге 9 из них вышли в финал. Не каждому дано быть воспитателем, но те, кто приходит в эту профессию, остаются в ней навсегда, каждый раз узнавая что-то новое и самосовершенствуясь. Каждый из них достоин нашего уважения и восхищения. И тому подтверждение конкурс профмастерства лучший педагог дошкольной образовательной организации, на котором 9 представителей трех детских садов города рассказали о своих успехах и достижениях. Среди участников Ирина Рочева. Ее педагогический стаж составляет 25 лет. Из них 17 лет Ирина Васильевна работает в детском саду «Анушка». 10 лет занимается изод-деятельностью. У меня часто ходят на занятия, открытые занятия. По 15-20 человек, воспитателей, не было такого волнения, как перед жюри, потому что все-таки жюри – это оценка определенная твоей деятельности. Действительно, ты посмотрел на себя по-другому немножко. Это очень важно, когда ты находишься не в своем, не варишься не в своем котле, а когда ты развиваешься. Все равно педагогу надо развиваться. Для этого надо, чтобы кто-то другой посмотрел на твою работу и оценил ее. Вот сделаем свои выводы и будем дальше работать, трудиться. Рассказать о своих достижениях, поделиться опытом работы и научиться чему-то у других. Для этого и проводятся конкурсы профессионального мастерства. Каждый из участников представил жюри свое портфолио. Все они были оригинальными и очень содержательными. По словам воспитателя детского сада «Семицветик» Инны Слотиной, подготовка к конкурсу была очень интересной. Мне понравилось подготавливать портфолио, потому что я человек творческий. И мне это вообще по душе работать в разных компьютерных программах. Поэтому это было самым интересным. Сложным, но сложности нет. Наверное, никакой особо не было. За звание лучшего педагога дошкольной образовательной организации боролись 25 воспитателей детских садов «Аннушка», «Семицветик» и «Кораблик». Но в финал конкурса вышли только 9 из них. У нас проводятся раз в два года региональные конкурсы. И в этом году такого конкурса нет. И мы решили между детскими садами провести вот такой конкурс. Года три назад был тоже конкурс между педагогами других детских садов. Были разработаны критерии для жюри. Оценивало компетентное жюри это представители Ниньского социально-коммунитарного колледжа, Ниньского регионального центра образования и старшие воспитатели других детских садов города. Выбрать лучшего из лучших жюри было непросто. Ведь каждый из конкурсантов достоин почетного звания. И все же от правил отступать нельзя. Финалистов должно быть трое. В номинации «Лучший воспитатель» победу одержала Инна Слотина, представляющая детский сад «Семицветик». Еще одна представительница этого дошкольного учреждения Марина Копылова признана победителем в номинации «Лучший молодой педагог». В номинации «Лучший специалист» одержала победу Елена Акимова из детского сада «Аннушка». Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть нас вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.